Друзья, всем привет! Сегодня будем говорить немножко про логирование. Наверняка вы используете логер и логирование в своих проектах. И надо сказать, что это достаточно важная часть. Если вы используете микросервисную архитектуру, то такое понятие как логирование выливается в мониторинг. И вот эти вот самые логи вам просто очень сильно упростят жизнь, когда вы начнете собирать со всех проектов правильную информацию в правильном формате, удобную для чтения, удобную для фильтрации, например, в Elasticsearch или в другом какой-нибудь мониторинговой системе, которая собирает метрики. Собственно говоря, давайте к делу. Прежде чем начать, я бы провести, хотел бы небольшой экскурс, так сказать, в документацию. Я не буду вдаваться в подробности, вы сами умеете читать. Собственно говоря, речь о чем? Майкрософт подготовил достаточно большой объем информации. Это говорит о том, что возможности по логированию достаточно большие. Возможности управлять ими, возможности конфигурировать, возможности реально действительно много. Я буду говорить про некоторые вещи, которые, собственно говоря, ссылки на эти штуки я скину в описании. В общем, можете посмотреть. Одна из таких вещей – Event ID структура, которую мы будем использовать. Ну и дальше. Я приготовил небольшой проект, который на самом деле сделан из пустого проекта, то есть из шаблона. Я также, как и раньше, добавил контроллеры. Я добавил маппинг. Собственно говоря, я добавил один сам контроллер, который называется HomeController. Влогер. Я сделал запуск с индекса, то есть вот эта страничка по умолчанию всегда будет открываться. Ну и, как вы видите, я написал некоторый код, который, собственно говоря, делает следующее. Во-первых, влогер подгружается информирование. Влогер выдается, записывается сообщение, что вызвана страница Яндекс. Дальше. У меня есть случайный генератор чисел от 0 до 5. Собственно говоря, от 0 до 5, чтобы можно было получить вот этот вот Exemption. Это всего лишь я сделал для того, чтобы показать. Конечно же, так делать не нужно. Ну и, собственно говоря, в зависимости от того, какой результат деления сотни на тот полученный int из этого случайного, мы выводим информацию в логер. Мы будем смотреть сегодня в консоль в основном. Даже вот это вот у нас нам не нужно. Или если Exemption, то я выдаю message в этот Exemption. Давайте покажу, как это работает. Ну вот, у меня запустился сайт. Мне, собственно говоря, единственное, что нужно сделать, это нажать... Давайте я его сделаю поменьше. Даже вот так вот. А консоль положу вот сюда. Ну и единственное, что мне остается нажимать некоторое количество раз. Ну, смотрите, него нет. Смотрите, попалось. Ну и, в общем, как вы видите, это работает. Я вижу, что у меня есть какое-то логирование. Но суть сводится к тому, что это на самом деле не пределы мечтания. Я пытаюсь объяснить, почему. Смотрите, допустим, у вас не так. Смотрите, существует несколько уровней логирования. То есть, они есть несколького типа. Несколько типов есть. Их можно использовать в разных уровнях. Например, о чем я говорю. Есть LogInfo, это информация. LogError, это Exemption. Суть сводится к тому, что вы можете в дебаге какие-то LogInformation выводить. А, допустим, вне в дебаге вообще их не показывать. Хотя уровень логирования будет у вас Information. Возможно, сейчас непонятно, о чем я говорю. Но давайте обо всем по порядку. Для начала я, наверное, вам покажу, как я это делаю я. А потом покажу, какие в этом плюсы. А потом вы решите, нужно ли вам это или нет. Ну, как вы понимаете, любая написанная строчка кода требует время. И тут уже, собственно говоря, решать вам, насколько вам это будет полезно или, собственно говоря, нет. Ну, и давайте для начала я создам новую папку, которую я называю LogIn. Ну, лучше, конечно, по-английски. LogIn. Вот так вот. И первым делом в этой папке я создам LogEr. Допустим, ай. Нет, давайте так назовем. event-log-id-helper. Helper, да, пусть будет Helper. Собственно, у меня это должен быть статичный класс. И, наверное, давайте по порядку. Я буду так создавать private. Redondo. Ну, во-первых, статич. Redondo. И это будет у меня event-id. Тот самый, что я в начале, о котором я говорил. И, в общем-то, это будет new структура event-id, у которой внутри будет описано... Так, я названия не сказал. Итак, с названиями. У меня на данный момент есть информация о том, что запущен метод index, и какая-то информация по логированию деления на... ой, сотни делений на какую-то цифру. Поэтому у меня их будет два. Давайте request я назову index-id. Я вот так вот копирую. Вот сюда втыкаю без id, а вот сюда втыкаю, собственно говоря, идентификатор. Ну, если посмотреть id, то это идентификатор, который, собственно говоря, по которому четко и точно можно будет определить, какое событие в каком месте было выстрелено. Ну, короче, выстрелило, вот. В микросервисной архитектуре я перед номером добавляю там идентификатор порта, на котором работает, например, 333, ну, а дальше 001. Ну, в данном варианте я буду использовать такую эмбирацию, пусть там 9001, это request, вот такой вот. Ну, и теперь мне нужно сделать event, давайте я назову правильно, вот так вот. и, соответственно, файл перенимаю. Очень красиво. И теперь мне нужно второе событие, которое будет называться divide number какой-нибудь id, и я его вот таким вот образом назову, он у меня уже будет называться. Ну, если, допустим, 9000 относится к HTTP, то есть контроллером, request, то здесь будет, допустим, 9500, ну, 700 фикс, не важно. Вот, то есть я точно знаю, от какого уровня это будет плясать и все такое. Другими словами, получается, что у меня есть какой-то helper, к которому предопределены какие-то ивенты. Дальше, следующее, что я делаю, я создаю static класс. Ну, давайте я его назову, как обычно, event log, который, собственно говоря, будет основой, да, то есть я буду его вот здесь вот в контроллере писать вот таким вот способом, event log, так, он мне просит logging, вот, и здесь я буду писать какой-то метод, в данном случае request, нет, индекс, ну, в общем, вот такого вот что-то, да, и для того, чтобы эта фигня у меня появилась, мне нужно сделать вот мне этот, паблик, собственно говоря, как понятно, static, void, и здесь мне нужно написать название, request, индекс, ну, и хватит. И это будет не просто метод, сюда будет опускаться iLogger тот самый, и помимо логера, я хочу, чтобы у меня еще здесь был exception, и он был null, и чтобы он был null, то, чтобы он был null, то еще и по умолчанию. Для чего это делается? То есть в процессе вызова метода контроллера, может быть, окей тогда exception не потребуется, или не окей. Ну, в данном случае, в моем примере она не потребуется, но, чтобы было понятно, это будет на втором примере показано. И, в общем, здесь у меня следующее, что должно происходить. Я здесь должен вызвать метод, который, давайте, я вот так его назову. Вот так вот. Экзекьют. В общем, вот таким вот способом я сделаю. И, собственно говоря, я туда отдам логер, и отдам туда exception. Ну, а дальше, собственно говоря, мне нужно, я могу воспользоваться, то, что уже для меня приготовил Microsoft. Я, давайте, на следующую строчку переверну, напишу log-message и скажу, что я хочу определить define, да, то есть, здесь, как вы видите, у меня есть некоторое количество парадок, ну, в-первых, log-level, пусть будет information, дальше у меня как раз тот самый helper, и это у меня будет, так, private, ну, конечно же, они должны быть public или internal, или, ну, пусть будет public. Дальше мне нужно указать, что я говорю про request. И, собственно, здесь мне нужно указать то самое сообщение. Давайте я его прямо отсюда вам. И дальше мне нужно сюда подставить сам текст сообщения, которое я хочу скопировать вот отсюда. И я сюда его вставляю и ставлю точку запятой. Вот, собственно говоря, у меня что получилось. То есть, я создал такую штуку, которая может быть везде универсально выдернута вот таким вот. Давайте покажу способом. Мне сюда нужно прописать логер, и это сообщение будет везде одинаковое, собственно говоря, то, чего я добивался. Давайте проверим, что это работает. Для этого я должен остановить старый и запустить новый. закрываем старый и понажимаем. Ну, как вы видите, у нас индекс-реквест работает. Теперь, что дальше? Дальше я должен создать для такого же, такое же сообщение для, собственно говоря, вот этой строчки. Я его закомментирую. здесь сделаю Ctrl-D и скажу, что я здесь наделаю Divide Play. Пусть будет вот так вот. и теперь, собственно говоря, мне нужно создать. Я поступлю по пути наименьшего сопротивления, пойду вернее, и создан его вот таким вот способом. Единственное, что у меня меняется, это название некоторых методов и некоторый тип. Это у меня будет Information и, собственно говоря, мне нужно написать текст этого сообщения, которое было написано вот здесь. Смотрите, у меня появляются параметры, которые как-то я должен прокинуть вот в это вот сообщение. И, собственно говоря, это я сейчас вам покажу, как сделать. Чтобы передать параметры, мне их нужно определить. Во-первых, у меня здесь ID, ID, то есть оно целосчисленное. Я вот здесь указываю, что я хочу дополнительные параметры. Пишу Int. Второй параметр у меня, видимо, тоже Int. Ну, и, соответственно, мне здесь нужно эти параметры прокинуть. Int и снова Int. И теперь я могу написать вот таким способом. Number1 и, собственно, Number2. Ну, это делается вот таким способом. то есть не интерполяция, а просто просто первичная стюрда. Давайте проверим, что это работает. Но перед этим мне нужно указать, что здесь теперь у меня появляются новые параметры. Int Number1, Number1, Number2. И, как вы понимаете, я их также должен прокинуть и сюда. Number1, Number1. Можно поставить, чтобы они были Nobable, то есть не обязательно было их передавать, но тогда нужно придумать, как это, собственно говоря, туда прокинуть. Итак, у меня Number1, это первое, то, что мы на что делим, и I, это на что мы делим. Давайте запустим эту всю штуку. Ну, и, как вы видите, это, я вот не знаю, 100 делим на 100, нет, я неправильно написал. Так, I, это Number, а, второй параметр, ага, первое, это 100 мы делим на какое-то число, и потом результат. Я ошибся. 100 у нас уже есть, Number, Result, и мы передаем 100 в первый параметр, а во второй Result. Мы сюда передаем I, и сюда передаем Result. Отлично. Ну, и, как вы видите, все работает по такому же принципу, как и, собственно говоря, раньше. Что делать с ошибками? с ошибками, это немножечко по-другому. Во-первых, сюда можно передать Exception, как вы видите, но тогда у нас уровень останется, то есть Lock Level Information. В зависимости от того, есть Exception или нет Exception, можно подменять. Ну, и, в общем-то, давайте это, собственно, проделаем. Но перед этим я еще вот забыл сюда поставить вот такой Request. Таким образом, вот так это должно выглядеть, да, и вы мне не поправили, это очень печально. Надо переходить на онлайн-формат, тогда бы вы могли мне подсказать. Ну, и, как вы видите, теперь идентификатор меняется, то есть, есть у нас Request 9001 и деление числа это 9701. В общем, все как и должно быть. Ну, и давайте теперь сделаем следующее. Я перейду в контроллер и использую вот этот параметр вот здесь. но единственное, что нельзя будет подменить, тут как бы на ваше усмотрение, нельзя будет подменить текст, но мы, собственно говоря, за текстом, вот я, например, за этим текстом не гонюсь. В данном случае у меня будет Exception. Вот. Тут на самом деле я могу сказать то же самое. I, собственно говоря, и результат могу сказать. но для этого мне нужно указать, что второй результат должен быть нут. И это я сделаю вот таким вот способом и вот таким вот способом. То есть не всегда у меня бывает результат, а вместо него бывает Exception. Ну, вот, вот, собственно говоря, что я и хотел показать. Ну, а дальше на ваше усмотрение как бы предполагается, что вы можете выбрать или вот такое вот второе сообщение, допустим, здесь написать Error и здесь есть ли вот так вот. Если Exception так, у меня тут остановилось. Если Exception равен null, тогда использовать это. В противном случае использовать, ну, как вы понимаете, Error. Вот. Тогда немножечко можно задать другие сигнатуры, написать другие вызовы, но я предпочитаю, собственно говоря, конкретный вызов на конкретный этот. Ну, если говорить честно, то у меня есть некий Snipet, я просто не хочу его использовать, который задает сразу вот это, задает вот это и задает вот это. Ну, я поэтому сейчас напишу, как я делаю по Snipet. То есть, другими словами, смотрите, так, ну, во-первых, она должна быть ReadOn. Да, я что-то где-то про... вот. У меня есть сообщение, которое говорит о том, что деление на ноль. Соответственно, если успех, тогда мне, соответственно, здесь Exemption, как вы понимаете, не нужен. Я могу его отсюда удалить. И, соответственно, уделить его отсюда. Таким образом, так, я где-то в сигнатуре потерялся. Раз, два, три, и она мне говорит, нет, она говорит, Exemption должен быть по-любому. почему я его делаю. Ну, так как он меня null, то здесь я буду передавать null. Ну, и, в общем, для того, чтобы мне сделать другое сообщение для деления на ноль. То есть, вот здесь я, во-первых, вот отсюда я могу здесь создать новый тип сообщения и, собственно говоря, его просто реализовать. Вот таким вот способом здесь напишу Error и здесь напишу Error. Ну, я думаю, в суть вы поняли, о чем я говорю. Error ой, я здесь сначала написал конечно же это неправильно. Вот, и, соответственно, поставить уже здесь Error. Ну, в общем, на самом деле я хотел сказать, что вот этот Event ID вместе вот с этим Logger Message оно, собственно говоря, дает некоторые ну, плюсы, то есть, во-первых, Divide ID у вас может быть со своим собственным идентификатором. Давайте я его, собственно, и создам. Error и здесь я тоже пусть он будет номер 2. Это на тот случай, что если вы хотите как-то отдельно логировать его или использовать в другом месте, я имею в виду в мониторинге как-то, в отчетах, то есть, все зависит от того, как вы настроите. Более того, если использовать метрику, то есть, по сборе метрических данных с ваших сервисов, то по ним можно строить разные графики. И все зависит от того, какие логи вы хотите видеть, какие метрики вы хотите собирать, как вы хотите управлять ими, что вам, собственно говоря, для чего это нужно. Ну, и, как вы понимаете, здесь у меня так, что-то у меня здесь, а, здесь у меня не прокинуто как раз тот самый экзепшн, вот, и раз у меня здесь нету второго числа, я здесь говорю, вот так вот и говорю, что у меня здесь есть экзепшн, и он теперь уже обязательный, и я его просто сюда прокидываю, а второго числа у меня здесь просто нет, и, естественно, я его отсюда удалю, и, естественно, у меня здесь будет и запустим приложение, посмотрим, то есть, все зависит от того, насколько и как вы хотите провести вот это логирование, потому что логирование, логирование грозит, его можно по-разному настроить, по-разному использовать, ну, в общем, решать в любом случае вам, ну, и, как вы видите, все работает так же, как и раньше, ну, а теперь немножечко про плюсы вот этого подхода. Итак, что касается плюсов, первый плюс, во-первых, да, давайте немножечко поправлю в код, вот так вот, во-первых, первый плюс, у вас, если у вас микросервисная структура, у вас много приложений, вот этот вот самый event log будет в каждом сервисе один файл, грубо говоря, в котором можно будет однозначно точно найти все варианты логирования разных процессов, с ошибками, с текстом, там, в общем, мне кажется, это первый плюс, это очень удобно. Далее, давайте предположим, что у нас, давайте проверим, что это сейчас работает, и работает так, как нужно. Смотрите, когда я кликаю метод индекс, у меня каждый раз пишется сообщение индекс реквесты, проставляется время. с точки зрения отладки, возможно, этот мне процесс нужно описать, чтобы видеть, что это вызывается нужный мне метод, ну, а с точки зрения, допустим, логирования, да, или мониторинга, мне эта штука абсолютно не нужна. И, в общем-то, здесь я могу поступить следующим образом. Я могу сказать, что мне нужно логировать этот метод только тогда, когда я нахожусь в дебаге. Для этого я должен написать следующее. если логер у меня стоит в лог-левел дебаг, только тогда выводить это сообщение. Ctrl-K-D Так, что-то я тут еще скобку не поставил. Теперь смотрите, если я запускаю без дебага, вот у меня специальная кнопка выведена, я теперь кликая на это сообщение не вижу, потому что только одно выводится девайд и ошибка там девайд и не ошибка. А если я запускаю с дебагом, у меня сейчас тоже этого сообщения не будет, но это теперь легко управляется через файл конфигурации. У меня это не то, у меня есть App Settings и я могу сказать следующее. в конфигурации дебаг по умолчанию так, нужно правильный JSON формировать по умолчанию log log при запуске дебаг еще раз log level что-то мне не получается еще написать слово log level default будет дебаг и теперь если я запущу с дебагом и смотрите, как только у меня система запустилась и метод вызывается и мне теперь из index request прописывается. Я нажимаю stop нажимаю запустить без дебага и как вы видите у меня это сообщение исчезло. Это второй плюс, когда вы можете дебагом в файле конфигурации управ когда вы можете в файле конфигурации в зависимости от того публикуете вы на какие-то сервисы вы можете включить или выключить просто переключив настройки вот этого самого управления то есть второй плюс еще один из плюсов этого подхода в том что вот этот вот вот этот вот самый метод я мог бы написать и непосредственно вот здесь да вот в контролере то есть мог написать вот так и вот здесь снова поставить логгер и использовать вот этот подход но предплей прошу обращения никуда попал то есть без вот этого то есть это будет тот же самый принцип но представьте что если вы хотите это сделать во всем проекте у вас там много тысяч строчек кода ну в общем везде поставить это или удалить или поменять это будет проблематично в подходе который собственно предлагаю я это можно будет сделать достаточно просто просто все где-то реализовано в одном месте в общем конечно же вам решать но если у вас вот это вот таких вот вариантов логирования или месседжи для сообщений для мониторинга много в общем централизованное направление это гораздо проще но и следующий вариант допустим вы хотите допустим вы хотите посмотреть как будет работать логирование ну давайте другой вариант покажу смотрите допустим вам нужно вот этот метод выдавать ну давайте результаты давайте посмотрим вот этого дивайда будем показывать его только если например у нас есть трассировка то есть нам не важно есть или нет результат на продакшене нам важно видеть что в режиме трассировки у нас чтобы подображалась вся информация то есть сейчас когда я запущу давайте я сделаю отдельную настройку для консоли и она будет выглядеть вот таким способом в смысле вот таким вот образом log опять я напишу log level и будет я напишу default для консоли будем выводить trace вот таким макаром теперь когда я запущу неважно в дебаге или нет у меня в консоль ну то есть вот в эту консоль будет сыпаться вообще все смотрите здесь информация вот в стороне проект только стартанул я еще вообще ничего не нажимал на мне уже вот такое количество информации ну и то есть когда я нажму допустим этот опять же большое количество информации сыпется какие плюсы вот в этом подходе когда у меня есть конкретный идентификатор сущности то есть вернее ивента сообщения ой сколько у меня тут накопилось е-мое я все закрою ну ладно давайте еще раз запустим я тогда могу вот так вот нажать ctrl-f и поискать его здесь вот видите это как бы плюс когда у вас конкретный идентификатор показывает что делалось в этом месте то есть одно дело это искать другое дело искать по идентификатору то есть это можно фильтровать в системе сбора мониторинга то есть в системе сбора информации логирования то есть в мониторинговой системе и поэтому собственно говоря можно найти сообщение дальше если вы захотите использовать более тонкую настройку вот этого самого логирования можно поставить здесь что вы хотите логировать конкретно только свою сборку в общем это делается тоже очень просто я нажимаю копировать встыкаю вот сюда название сборки и здесь ставлю warning например ну то есть более высокий уровень ошибок а здесь ставлю trace ну примерно вот так что-то много вот так вот и теперь когда я запущу тоже опять же неважно в дебаге или без у меня уже будет идти немножко то есть смотрите я нажимаю и у меня здесь логируются только ошибки то есть я откинул вообще все ненужные мне информации и вот включил только это если я включу здесь ну в общем это эта конфигурация можно перебирать бесконечно то есть опять же в зависимости от того что вы хотите увидеть в дебаге что вы хотите увидеть там на конкретном сервисе может быть на конкретном контуре например в деф или на продакшн или там на куа или допустим на стейджинг одни варианты другие вы хотите в общем вот этот вот ход вот эта вот изначальная реализация вот в таком формате она дает вам гибкость в управлении вот этим логированием не все подряд льется там одной большой струей в бедные там не знаю эластик сеч а то что действительно нужно потому что в концепте большой микросервисной системе набор вот этого логирования будет просто огромный и нужно уметь им управлять и вот этот вариант который предлагаю вам я который использую я в повседневной работе я думаю что он эту проблему решает более того управление переносится еще в файл конфигурации который собственно говоря можно при деплое подменять нужными параметрами в общем смотрите сами решайте сами думайте сами еще маломажный факт что вот этот вот айлогер на данный момент у меня стоит реализация как вы видите microsoft extension login то есть это реализация по умолчанию в 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 Mob в в в в в У него тоже есть реализация, и она интегрируется как раз в ASP.NET Core. Таким образом, переделывать ничего не нужно, но можно даже расширить эту систему вот этих вот сообщений и, в общем-то, управлять. Ну, наверное, на этом все. Пишите комментарии. Мне бы очень интересно узнать, как вы логируете при помощи каких механизмов и каких свойств в проекте, возможно, настроенных. Ну, на этом, наверное, все. И всего доброго, и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова